Мы на велосипеде были, да. И вот мне хочется рассказать просто, вот ты мне напомнил как раз наши замечательные времена, про Максима Гудкина. Ты с ним познакомился, кстати. Да, вот Максим Гудкин, да, совершенно верно. Значит, мне хочется просто рассказать, какая история такая, да, она тоже, в общем-то, и немножко грустноватая, хотя и веселая, с одной стороны, но когда бы не было, как это, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно, чем она закончилась. Вот, значит, я выхожу из палатки, ну, надо сказать, что мы, Саша, ты же помнишь, да, что мы были нудистами. Ну, как нудистами? Натуралистами. Но я-то нечаянно был, потому что когда я вечером пришел с рюкзаком, и для меня было дороговато снимать квартиры, как ты бы стал очень дорогим, очень дорогим городком, ты помнишь, да. И я спросил, а палатку можно? Мне говорят, вон туда иди, вон там палаточники. И вечером я пришел, попросил разрешения, говорю, ребят, да вон, так, конечно, поставил палатку, а утром я встаю, выхожу и ничего не понимаю, кругом голыши, обнаженные люди. Мне говорят, да ты же на пляже нудистов, там, натуралистов, натуралистов. Вот, ну, первые два-три дня это, конечно, было сложновато к этому привыкнуть, я не знаю, как ты. Я тебе скажу, я вставлю несколько буквально слов, хочу сказать. Меня там чуть ли не главным нудистом почему-то считали, вот на этом пляже, я не знаю, почему я никогда нудистом не был, и никогда себя не причислял никаким нудистом. Но ты абсолютно прав, я просто считаю, что когда все люди раздеты, неудобно быть одетым. И наоборот, когда люди одеты, неприлично быть раздетым. Это просто вопрос культуры, больше ничего, вопрос культуры. А на самом деле здесь ничего страшного здесь нет, абсолютно, ничего страшного, когда люди себя ведут в рамках разумного и в рамках приличия. Абсолютно да, да, да. Ну, у нас все было, ты помнишь, у нас все было прилично. У нас все было прилично, да. Ну, так получилось уже, вот. А ты не была-то, Наташа, да? В Коктебеле? А, ну вы же из Феодосии же. Мы позже приезжали, но мимо проходили, и там, где... Все поменялось. И вот теперь представьте себе, дорогие мои, я выхожу из палатки, жара, июль, градусов, наверное, чуть ли не 45 там на солнце, как прямо в Туркмении, и голышом лежат мужчины, женщины, девушки, парни, кто-то плавает, кто-то сидит, и вдруг я вижу, сидит человек, одет в великолепный костюм, костюм, настоящий костюм, ну что, такой, весь такой, здесь у него шляпа какая-то, и он сидит как-то в какой-то позе странной такой немножко, и внимательно что-то читает. Я, значит, не мог пройти мимо такого. Я подошел, извинился, и говорю, простите, пожалуйста, а что вы читаете? Он говорит, я читаю партитуру. Я говорю, какую партитуру? Вагнер. Я говорю, Вагнер? Да, я дирижер, я буду дирижировать Вагнером. Я говорю, простите, а как меня заинтересовало? Я говорю, как вас зовут? Меня зовут Максим, фамилия моя Гудки, ну я представился, мы пожали друг другу руки. Я говорю, Максим, очень хочется с вами познакомиться, поскольку я человек, который, я театрал, вообще я драматург, я много лет занимаюсь театром, у меня постановки во многих театрах. Тогда в то время, уже у меня, начиная с 87-го года, у меня уже были постановки в театре Ленсовета. Игорь Петрович Владимиров оценил мою пьесу, и просто все сразу же уже ее ставили в театре. Одновременно в БДТ у меня шла уже постановка Товстонору, очень понравилась моя пьеса. Мы пришли об афганцах, которые, ребята, которые вернулись из Афганистана, я один из первых эту тему разрабатывал. Пьесы пошли по многим театрам, вообще, особенно когда спящий проснется. Это комедия, она пошла во многие театры, чуть ли не в 100 театр с лишним ставилась. Ну, в общем, я хорошо егал, я говорю, Максим, я вот такой, он, да, очень приятно. Вот мы с ним выпили чайку в палаточку, я его завел, так сказать, мы посидели и подружились. И он говорит, да, я сказал, что я вот иногда вожу экскурсии, он говорит, ой, Олег, вы знаете, я так устал этой палочкой махать, машешь, машешь. Я припихнул, мне так вот травится здесь. А я говорю, а почему? Ну, мне неудобно, я говорю, как-то, знаете, вы так смотритесь в этом костюме своем темном. Он, да, он еще бородатый такой, он говорит, ну, мой стиль таков, я вот привык, мне неудобно. Ну, хорошо. Он говорит, я говорю, я велосипедист, у меня есть там велосипедист. Слушайте, а вы не можете меня свозить в Старый Крым? Я тоже велосипедист, я люблю на велосипедах. Я говорю, хорошо, Максим, я достану велосипед. Я достаю свой велосипед, достаю Игоря Ковалевского, моего этого приятеля-гитариста. И мы, значит, вдвоем на этих велосипедах едем. Я очень хорошо знал дорогу через летное поле, гора Клементьева, там туда, через Изюмовку. И мы с ним едем. Он в восторге. Мы приезжаем. Семья ему все показала. Он на кладбище показал ему могилу Грина, могилу Каплер, Юлия Друнина. И здесь вот это. Потом мы съездили с ним в Сурбхач, в монастырь армянский. И уже надо возвращаться. И он говорит, слушай, говорит, надо перекусить. Я говорю, с удовольствием, давай. И вот хорошо, что мы перекусили. Это было замечательно. Это было просто прекрасно. Он взял два горшочка мясных, в горшочках мяса. Мы поели. И я говорю, все, Максим, теперь обратно, потому что скоро будет. Да, я забыл сказать. Это был октябрь. Где-то примерно 4-5 октября. И уже становилось прохладно. Саш, ты знаешь, что сейчас октябрь бывает. А это в горы. Это мы в горах. А какой примерно год? Год примерно где-то 90, наверное. Ну, сейчас, Наташа, ты неправильно подозреваешь вопрос. А то я выдам тайну. Ничего, ничего. И вот, значит, мы... Да, и он говорит, все. Я говорю, Максим, едем обратно, потому что ехать нам долго. Около двух часов через горы. Я хорошо знаю эти тропинки. Я потом могу... Он, не-не-не, все, едем. И вдруг он говорит, Олег, у меня только одна просьба к вам. Одна такая просьба большая. Можно я поведу обратно? Я говорю, ну, вы же... Максим, мы же... Мы еще на вы. Я говорю, ну, ладно, там, ты, допустим. Я говорю, ты же не знаешь дороги. Ну, дай мне слово, что ты не будешь меня перебивать. Вот как я... Я говорю, ну, как же... Нет, я запомнил, я запомнил. Я говорю, ну, хорошо. У нас человек был, так сказать, порядок, что если я даю слово, я его держу. Даешь мне слово, что ты не будешь меня это? Я говорю, хорошо, даю. Значит, веду обратно я. Но надо теперь понять, что мы едем в Коктебель. Из Старого Крыма в Коктебель. Дорога достаточно там эти... Там дороги расходятся, путанные. Много раз я, кстати, запутывался, пока, наконец, точно не знал по столбам, там, по каким-то этим... Всяким верхушкам и так далее. И вот мы едем, поехали. Едем, 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 едем. Потом он когда-то поворачивает, мы едем. И вдруг я вижу, что это русло реки. И я говорю, Максим, Максим, мы повернули не туда. Это русло реки, это не дорога. Он говорит, ты мне дал слово, что ты трогать меня не будешь. Я выведу. Я говорю, ну, ты понимаешь, что уже время пятый час, а уже в октябре-то... Холодно. Уже темнеет. И мы в шортах и в майках. Представляете, тапочки у нас в Вьетнамке там. И я-то знаю, когда еду, когда я приезжаю, как все... Он говорит, нет, Олег, ну ты дал мне слово. А у нас бутылка воды с собой, и у меня зажигалка. Всегда на всякий случай, да, зажигалка. И немножко кусочек там этой самой бумажки для того, чтобы ровесить что. Но думаю, ладно. Думаю, вот так вот что-то произойдет, и это самое там... Он узнает, и я его потом уже выведу обратно. И дальше мы идем, идем, идем. Мы едем, потом я вижу, что стволы уже падают. Я понимаю, что мы идем в чащу леса. Я вторую делаю попытку и говорю, Максим, вы понимаете, что мы идем не туда? И он говорит, раз ты дал слово, ты держи мне слово. Он говорит, нормальные герои всегда идут в октябре. Я выведу, мы придем в Коктебель. Я говорю, хорошо. Тут я понял, что зачем с ним спорить? Но человек хочет себя испытать. Но я-то уже понимаю. И думаю, ну ладно, еще полчаса, и дальше я беру руль, и разворачиваю, и говорю, все, иначе мы тут... И вдруг мы оказываемся в чаще леса. Он останавливается и говорит, ты был прав. Тропинка кончилась. Я не знаю, куда идти. Хорошо, все, давайте, веди. Время где-то примерно уже шесть часов вечера. Уже темно. Уже моментально. Солнце заходит за верхушки, и только оно еще заходит, я поворачиваю, и понимаю, что от тропинки-то этой вообще уже никакой нет. То есть мы шли, просто он вот идет, и я за ним. Она где-то когда-то была, она закончила. Я запоминал, что здесь вот это бревно, здесь вот это, а тут и сразу становится темно. И я говорю, Максим, а теперь я не знаю, куда нам идти. И мы еще немножко проходим, и я вижу брустверы, вот такие мощные, из таких стволов, и копыты, это все изрыто копытами. И я понимаю, что мы зашли в кабанник. Кабаны, это все изрыто дикими кабанами. И вот эти брустверы, где стрелки прячутся от кабанов и в них стреляют. Я говорю, Максим, мы это, дикие кабаны, мы вообще в этом. Он говорит, ну и хорошо. Слушай, я же мечтал об этом. Кабаны дикие. Я говорю, да у нас ружей нет, мы не охотники. Что мы будем делать? Да ничего страшного там это. Я говорю, значит так, смотри, Максим, если вдруг кабаны, не дай бог, с кабанихой, не дай бог поросенок там, я знаю, что это такое. Я говорю, он говорит, мы на дерево залезем. Я говорю, какое дерево? Для кабана, если он захочет, 10 минут и любое дерево, они же подрывают. Ну да. Своими этими. Ну ладно. Я говорю, надо, знаешь, что делать? Надо все. Мы остаемся. Я говорю, дай воды, воды, это самое. У нас бутылка, битровая. Я шучу. Нет, 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 я шучу, шучу. А он говорит, ой, а она у него была, это сам, привязана мною на седло, бутылку он потерял. Он говорит, ой, она потерял. То есть мы без воды, без еды, без одежды, шортах и в майках, и начинается, и сразу же холодно становится. И тогда я, а я это самое, значит, это сейчас, я могу сказать, это примерно 90, я уже прошел тогда Альпы. Это, Саша, если потом отдельно будет. Да, 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 это очень интересная история. Я прошел, и поэтому я уже знаю, как. Я, значит, нахожу эти самые там, но это, но уже как-то влажно. И я знал, я умел как разводить костры, немножко ямку там такой, но вот я пытаюсь все это сделать. У нас, у нас там газета была, как-то бумаги. Здесь ничего нет, кроме клочочка бумаги. Тогда я делаю вот эти вот, пытаюсь, как я это делал, тоненькие вот эти вот, не сучочки, а как они называются? Ну, щепочки. Да, щепочки такие, но их не было, этих щепочек, хотя сухих дров, ну, море просто. Вот они валяются, сухие дрова. И вот после чего я никогда зажигалку в жизни уже в лес никогда не возьму зажигалку, только спички. Я, значит, вот это сделал, как я делал, я зажигал, бумага загоралась, эти тоненькие вот эти щепочки сгорались, потом на них это, это. И вот я держу, и только я начал эту бумагу, и тут же сгорело, и больше бумаги нет. Я подумал, тогда я вот эти вот тоненькие веточки попробую, да, их имя разжечь. Зажигаю, несколько секунд раскаленно раскаляется этот металл, я его оторываю и вылетает этот, кто этот, как называется, я забыл, Саша. Кремень, и кремень вылетает. Полная зажигалка газа, кремня нет, ее можно выкидывать. Конечно, она уже не нужна. Все, спичек нет, я же не собирался ночевать. Конечно. И мы остаемся в лесу, в этом, с кабанами, с этими. Время 7 часов, 8 час, становится темно, моментально темнота, и дальше, вы не представляете, какую мы эту провели ночь. Мы мерзнем, мы прыгали, мы боролись, мы кидались там, я не знаю, мы таскали какие-то бревна, находили их, перетаскивали, делали себе лежбище. От земли холодно, мы в горах, вот, ветер какой-то. И самое главное, что у меня были часы, он говорит, а сколько время? Я говорю, 9 часов у госпуса. А в 10, только в Коттебеле, ты помнишь, начинается самое интересное. До 5 утра. Ну, в общем, чтобы быть короче, как мы обычно говорим, короче, чтобы рассказ был. Ночь длилась, можно сказать, бесконечно, потому что мы замерзли. Мы просто не могли дождаться рассвета. Слава богу, кабаны к нам не пришли, волки там никакие не выли. Но, тем не менее, он, особенно Максим, он просто вообще в маечке был. У меня хоть какая-то там легкая какая-то была, это самая такая, курточка всегда. Потому что я мерзляк, я худой, он-то посильнее меня, повыше, помощнее. Но, тем не менее, он замерз. Я чувствовал, он уже прям засыпал на земле, я его будил, чтобы он не простыл. Потому что я знаю все эти истории, как потом почки простужаются. И вот, наконец, я увидел, забрижил свет, потом все сильнее и сильнее. И тогда я залез на самое высокое дерево и увидел, что мы совсем в другом месте от Коктебеля. Где-то там далеко море. И где-то там наш Коктебель. Я увидел все рюк, а я, вот эти вот самые наши, наш кородак. И я говорю, все, самое главное, Максим, я знаю направление. Но, значит, все, мы уже собрались, пошли. Но если велосипеды мы вели сюда, то обратно мы велосипеды тащили на себе. Потому что мы через какие-то кусты, через буераки, через овраги спускались вниз, поднимались. Тащили нас, велосипеды, колеса задевались за какие-то ветви колючие. И пришлось, в общем, короче говоря, часа, наверное, три или четыре. Мы это все на себе тащили. И, наконец, я уже узнаю, мы вышли где-то в районе Щебетовки. Солнце как раз уже такое красивое. Закады, я говорю, все, ой, восход. И я говорю, Максим, дорогой, я говорю, замечательно. Мы на месте. Нам осталось где-то полтора часа, и мы будем в Коктебеле. Он, подожди, подожди, не торопись, не торопись. Как мне это все нравится. Вот это солнце. Вот это, да ты же пойми меня, я же дирижер. Я все время с этим вот машу, тук-тук-тук. Начнем с этого самого, вот с этой, ну да, с этой, да. Хорошо. И, в общем, значит, он, я говорю, ну ты так как сейчас, ты не за... Нет, все, я уже отошел, мне тепло, как это здорово. Великолепно. Вот, значит, дальше получилось что? Вот все, я уже поставил велосипеды. Выяснилось, что у меня порвала цепь. Где-то я, видимо, задел, рванул сильно. Или мы падали, катились вместе с велосипедами. Где-то за пень зацепилась, цепь порвалась. У него, слава богу, велосипед работающий. И вот мы сделали так, мы уже... Саш, ты, наверное, помнишь, мы в Щебетовке. Вышли в районе Щебетовки. Ну, конечно. Вот та самая Щебетовка. Туда дорога идет, на Крымское Приморье. А эта идет на наше уже. И мы, значит, пошли. И слава богу, я его качнул, велосипед, сколько мог проехал. И потом, значит, уже едет Максим, я утепился за него. Я говорю, давай, напрягай свои ноги. И вот мы пошли. И он вот, на одном велосипеде мы ехали. То есть я свой рулил, а он, где тяжело было, я спрыгивал, подталкивали, где-то пешком. В общем, мы приехали. Видно, что он, конечно, здорово устал. Я был измотан. И он говорит, давай, выспимся, а вечерком, часика в шесть, встречаемся. Я тебя приглашаю в кафе, посидим за коньячком, там, отметим это дело. Я такой довольный. Я говорю, ну, давай, все. В шесть часов мы встретились. Как сейчас помню, по-моему, Саш, ты знаешь, это кафе Эмине или... Да, 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 есть такое Эмине. Эмине. Встретились мы в этом кафе. Заказали себе какую-то вкусную татарскую, там, еду. Взяли, там, взял коньяк. Он говорит, я тебя угощаю. Ты что, ты мне такой подарок сделал жизненный такой. Давно у меня такого не было. Я просто счастлив. Давай за это дело выпьем. Выпили. И он говорит, да, кстати. Вот все мне это понравилось. Но чего-то мне, говорит, не хватает. Вот я хотел бы, чтобы такое было, чтобы... Ух, чтобы у меня прям во мне вот... Да, я думал, волки будут, там, кабаны. И нас будут грызть. Ну, кабанов не было, волков не было. Ну, хорошо, здорово. Но чего-то я еще хочу большего. Да, кстати, я тебе должен сказать, я ведь начинаю дирижировать новым, новым спектаклем, мюзиклом. Я говорю, а каким? Он говорит, он будет называться Норд-Ост. Представляете? Да. Я говорю, да, ну, поздравляю. И через то ли полгода, то ли через год, сейчас я плохо помню. Трагедия произошла. Трагедия Норд-Ост дирижировал именно Максим Гудкин. И первого вот эти вот самые террористы, они взяли его. Я забыл фамилию, ребята, Саш, напомнишь потом... А ты с ним встречался после этого? Конечно. А, я же не знаю. Более того, значит, мы этого не знали. Я знал, я не знал, кто еще, потому что это же засекречено было. Мы только узнали потом, и мы узнали, что уже... И когда я узнаю, что по этому репортажу, когда уже газ пустили, когда мы слышали, что сначала 10 человек погибло, потом 15, потом 40, потом 55, 80... Я даже сейчас не помню, там, по-моему, что-то не под 100 человек, да? Очень много, очень много. Погибло много. Я думаю, елки-палки, для них же это праздник. Они же думали, если не 50 человек погубят, для них это уже для Аллаха, как они считают, подарок. А здесь такое количество людей. И, значит, уже был репортаж, когда освободили, оттуда прямо идет репортаж, и сказали, что одного из последнего... А, нет, нет, что погибло очень много мужчин из оркестра. Я стал следить, стал узнавать, и вдруг я смотрю репортаж через это через месяц, самым последним, и говорят, что сегодня покинул больницу дирижер этого спектакля, Максим Гудкин. Я ему тут же звоню, я ему звоню прямо из Петербурга, звоню. Он не берет трубку, потом через какое-то время я опять ему звоню, звоню. И вдруг он берет трубку, и говорит, да, алло, я говорю, Максим, это Олег Ернев. Ой, Олешка, привет, ты где? Я говорю, я еще пока в Петербурге, собираюсь уже в Крым, ехать в Крым. Феодосию, как ты? Он говорит, я не могу сейчас тебе ничего рассказывать. Он говорит, я еле-еле, то есть меня еле откачали. Вот, я говорю, ну ты приедешь, он говорит, я обязательно, а он когда приезжал, он всегда приходил ко мне на дачу. Наташа, не помню, ты была уже тогда, когда Максим был? Да, ну как-то там, мы вместе же ездили в Старый Крым. Это уже потом мы с тобой ездили, да, потому что это был где-то 98, 99, наверное, год. Вот надо уточнить, ну просто сейчас, видишь, так неожиданно, вот стали на эту тему, надо было вспомнить, какой же это был год. Вот, короче, он приезжает, вот когда он приехал, ты уже была или нет, тебя еще не было? Наверное. И он рассказывал мне, и вот он, у тебя еще, видимо, не было. И он мне рассказал, я говорю, Максим, мы сидим за столом, он пришел ко мне на дачу, потому что я его потом даже провожал пешком, он в Коктебеле снимал в Коктебеле и приезжал ко мне, а я его обратно провожал пешком почти до Коктебеля. И потом возвращался обратно, потому что я люблю эту дорогу, через шары, через ПВОшные дела все эти, вот. И он сказал, что, я говорю, Максим, а что у тебя больше всего? Да, он говорит, что он взял меня, фамилию забыл я этого человека. Ой, не надо. Да, он взял меня, они сидели, у них все пояса шахидов были, руки у них были на этих кнопках. Он говорит, ходи, я говорю, а как вы в туалет? Он говорит, все мужчины, женщины, в оркестровую яму. Я говорю, а тебя что больше всего потрясло? Он говорит, меня потрясло, вот то, что мы смотрим эти фильмы. И они кричат, когда в этих фильмах, говорят, стоять! Рой, берег там, а лицо, морда вниз, ну это надо! Он говорит, они как-то очень спокойно разговаривали. К нему подходит какой-то его этот самый парень и говорит, слушай, я не могу, она меня достала. И молодая девушка, она вся трясется, говорит, она меня закрепила, я хочу к маме, хочу к маме, хочу. Что мне с ней делать? А он так на него посмотрел, на него, на нее и говорит, застрели. Он вот так сказал, как будто говорит, ну дай ей 50 рублей, и посади на автобус, и пусть она к маме поедет. И они подошли, и мы видели, и он ее просто в упор расстрелял. И он говорит, меня это так потрясло, говорит, вот это спокойствие. То есть они нас убили бы, абсолютно даже не моргнув глазом. Нажали бы кнопки, и весь этот потолок рухнул, многобетонный, многотонный, рухнул бы на нас. Нас бы погребли, а там сколько народу было. И он говорит, это было потрясение. Он потерял бы почти половину состава мужского населения. Почему? Потому что мужчин, оркестр, ой, своего, пардон, оркестра, состав оркестра, именно мужчины. Потому что выводили, первым образом вытаскивали женщин и детей, а в последнюю очередь мужчины. Многие лежали на полу, а газ, он, вы знаете, да, он тяжелый, он опускается, и они надышались. Много погибло, много ребят. И вот с Максимом я говорю, Максим, а помнишь нашу с тобой поездку на велосипедах? Он говорит, ну, я говорю, а помнишь, как ты сказал, все хорошо, но мне этого мало, я хотел бы чего-то более такого. Я говорю, ты получил? Он говорит, сполна. Он посидел. Вот такая была история. Кстати, он умер. Кстати, он недавно, он умер совсем, я думаю, он умер молодым. А вот это и повлияло. Он моложе меня. Намного, лет на 20. И он моложе тебя даже. Намного, он моложе намного. В том году.